Привет, дорогие друзья! С вами Кристина Миллакьяни, соучредитель Академии Mindvalley. Добро пожаловать на очередную серию «Мастерской жизни». Сегодня у меня очень замечательная гостья Таня Латанская. Здравствуй, Таня. Привет, Кристина. И прежде, чем мы начнем говорить с Таней на ту тему, на которую мы собираемся поговорить, я хочу просто в двух слов рассказать, кто такая Таня. Таня замечательная женщина, замечательный друг, уже много лет, просто светящийся, такой теплый человек, который своим присутствием делает все совершенно замечательно. Но я хочу рассказать про Таню более с профессиональной точки зрения. Таня автор, сама автор и учитель, она автор книги «Как сделать из мужчины...» Как раскрыть мужчин. Она также автор методики «Шкала женственности», автор проекта, ведущая проекта «Женский клуб» с Татьяной Латанской. И я не знаю, это достижение твое, но один интересный факт от Тани – это то, что ее муж Николай Латанский тоже ведущий тренер в области личностного роста, трансформации мирового уровня. И вот сегодня мы как раз будем говорить… Это не случайный факт, потому что сегодня мы как раз будем говорить о том, как раскрыть в моем мужчине гения. И меня эта тема интересует, потому что у меня муж тоже с достижениями. Меня часто спрашивают, вот что ты такое сделала, чтобы вот вишен достиг того, что достиг? Я никогда не знаю, что ответить. Я никогда не заботилась об этом. Я всегда думаю, что он делает то, что он делает – это его достижение. Поэтому мы сегодня с Таней будем говорить о том, какова же все-таки роль женщины, жены вот в этом союзе, когда мужчина достигает невероятных высот. Правильно я передала тему? Правильно. Еще раз здравствуй, Таня. Привет еще раз. И спасибо большое за приглашение. Я очень рада, что вы с Колей нашли время встретиться, чтобы мы записались снова. Потому что мы друзья уже много лет, но вот так вот в профессиональном плане уже пару лет не записывались, не обсуждали важные темы. Поэтому я очень рада возобновлению вот этого вот рабочего такого режима. Таня. Насколько он получится рабочим, обычно у нас не получается. Действительно. Просто у нас с Кристиной начинаются разговоры по-женски. Ну, я надеюсь, вам будет интересно тоже. Да. Особенно женщинам. Я вообще, наверное, с тобой вот один из немногих авторов, один из немногих людей, с которыми я говорю вот чисто по-женски. Наверное, у меня есть какая-то мужская черта во мне, но мне кажется, это тоже очень важно. Это очень важно, и это такая естественная наша составляющая, которую нельзя хоронить. У нас у всех есть и мужская, и женская, и мужские, и женские черты. Просто у женщин, женских чуть-чуть больше. Я просто хочу спросить сразу, потому что, когда меня представляют как жену Вишина, меня это немножко всегда задевает. Мне всегда хочется сказать, ну, это же не мой единственный, не мое единственное достижение. Меня можно определить и как жену, и как мать, и как предпринимателя, и как много других вещей. Вот можно вот начать немножко издалека, из такой чисто философско-этической стороны. Вот как ты относишься к тому, что тебя постоянно хвалят за достижение твоего мужа? Меня в начале, изначально, когда это все начиналось, вообще не беспокоило это. Хотя потом был один период, когда я думала, ну, как же, как, где же моя реализация? Вот мой муж, он гуру раскрытия гениев, он раскрывает гений в других. А где же мой гений? То есть я его поддерживаю, но где же я? Но при этом, потом, когда я осознала, что это точно такая же естественная часть меня, наши отношения и это то, что я делаю в первую очередь для себя, а не для него, то меня абсолютно не беспокоит это. И когда люди говорят, что ваши отношения вдохновляют, как вы умеете так поддерживать друг друга, как у вас получается создавать такие отношения, то, ну, я понимаю, что это моя работа и то, куда я вложила очень много сил и собственного развития. Потому что, чтобы были хорошие отношения, это не просто как, ну, не знаю, это не просто пойти сварить борщ. Хотя сварить хороший борщ — это тоже нужно уметь. Я считаю, что отношения — это точно такой же проект, как другие бизнес-проекты есть. Это точно такой же проект, как быть, например, мамой или как быть предпринимателем. Точно так же, чтобы быть хорошей женой — это проект. И нас обычно этому не учат, что нужно над отношениями работать. И поэтому, чтобы создать счастливые отношения, я считаю, что нужно много работать, нужно качественно работать, нужно много инвестировать. И делать это в первую очередь для себя, потому что можно делать это, конечно, только для партнера. партнер будет выигрыша, если мы будем фокусироваться на том, какие отношения я хочу создать и исходить из этого. И, конечно, партнер будет выигрыша, потому что мы же делаем отношения с ним, и мы для него тоже очень много чего делаем. И наша задача в отношениях, если мы хотим, чтобы они были счастливы, то чтобы партнер был счастливый. Поэтому это проект. — Мне нравится, как ты на это отвечаешь, но я позволю своей внутренней феминистки, потому что я, на самом деле, внутри очень сильно, как бы, я даже не знаю, что сочувствую, но для меня важна наша женская сила. И поэтому я позволю своей внутренней феминистке все-таки задать этот вопрос, а потом мы можем углубиться в отношения. А скажи, насколько Коля поддерживает тебя в твоей реализации? Насколько... Потому что понятно, что ты помогаешь ему раскрыться, а... — Иногда не очень. — Ну, это да. Это, кстати, интересный момент. Мы об этом поговорим. А насколько вот его роль в том, что ты достигла того, что ты достигла? — Его роль в этом самая главная. И если говорить о человеке, который меня поддерживает больше всего, и человеке, благодаря которому я могу реализовываться, и как фотохудожник, и как автор, и как автор и методики, автор книги, и автор программы тренинговой, это все исключительно благодаря ему и его вере в меня. Потому что то, насколько он верит в меня, то, насколько он меня пинает и вдохновляет, никто такого не делает. Поэтому... — Я, кстати, вот... — Исключительно его заслуга. — Мы знакомы уже много лет, на самом деле. Пять-шесть лет, да? И я не знаю изнутри ваших отношений. Ну, что я вижу снаружи — это одно. Но я вижу, насколько ты изменилась за вот эти годы и стала как бы как вселенная намного шире, намного разнообразнее, чем вот когда мы только познакомились. И поэтому результат есть точно. — Мы познакомились, когда у нас был медовый месяц, и мы тогда были в Малайзии, как раз мы познакомились с вами, приехали к вам в офис, и тогда мы были вместе где-то чуть больше года с Колей. И, конечно, уже прошло сколько? Семь лет, наверное, да? — Весь этот рост я отдаю ему на 99%, 1%, потому что еще другие учителя, но и то с ними, и всеми ресурсами, которые я получаю, это благодаря ему. Поэтому я, с одной стороны, могу сказать, что отношения с ним — это самый большой вызов, несмотря на то, что это человек, который вдохновляет миллионы людей, это человек, который влияет на мировом уровне. Он достаточно сложная, неординарная личность. И самое сложное в нем, что у него есть очень четкие стандарты, и он себя заставляет соответствовать этим стандартам и других. — Угу. — И это не всегда реально. И поэтому, так как я с ним всегда вместе, то мне приходится постоянно соответствовать. Если я не соответствую, у нас начинаются трения, и я регулярно не соответствую, но многие думают, «Ой, Таня, ты такая идеальная, у вас такие отношения». У нас не идеальные отношения, и я далеко не идеальная. И при этом с ним сложно, но при этом я понимаю, что эти отношения… Я выбрала этого человека, ну, своего мужа изначально себе как наставника. И я до сих пор к нему отношусь как к наставнику. И я видела единицы таких людей, как он. И я исключительно верю, что этот человек мирового масштаба, планетарного масштаба, и у него есть эта сила, чтобы влиять на мир. И поэтому в отношениях с ним… Ну, мне нужно быть в отношениях с ним, и мне приходится… Я хочу, чтобы эти отношения были счастливые. Поэтому мне нужно учиться как работать. — Я помню, когда мы два года назад начали только этот разговор, вот такой вот профессиональный разговор про женскую часть, составляющую нашей жизни. Мне одна фраза твоя или одна идея настолько зацепилась, что вот уже годы спустя я все-таки к ней время от времени возвращаюсь. Это идея о том, что ваши отношения не идеальны, но это и не цель. Потому что почему-то во всех сферах жизни разрешается какая-то доля погрешности, ошибок. Но когда дело касается отношений, у нас такие вот мерки завышенные, что тяжело им соответствовать, а в результате появляется какая-то депрессия или апатия, или разочарование. Поэтому вот когда-то тогда, несколько лет назад дала разрешение мне признаться в том, что отношения не должны быть идеальными. Потому что идеальные они как раз-таки, может быть, и не развивают. Вот это мне зацепилось. Но я думаю, может, еще к этому вернемся. Моя внутренняя феминистка удовлетворена, и мы можем теперь погрузиться в тему нашего разговора. С другой стороны, я знаю, что Оля… По поводу феминистки. Книга называется «Как раскрыть мужчине-гения и почему вам это может быть нужно». И когда мы пойдем глубже в тему, то твоя внутренняя феминистка и все остальные феминистки, внутренние и невнутренние, поймут, что им это как раз очень нужно. Потому что здесь вопрос не в том, что поставить идол из мужчины и молиться на него, и положить свою жизнь в жертву. Такие женщины никому не нужны, такие отношения никому не нужны. Задача, и я снова же возвращаюсь к тому, я когда начинала над отношениями работать, это мое чисто эгоистичное желание быть счастливой в отношениях. С тем человеком, который мне интересен, который меня вдохновляет. Я не знала, как это делать, я не умела это делать, я до сих пор делаю много ошибок, но я начала изучать эту тему. И это я делаю исключительно для своего счастья, потому что я понимаю, что это только в моих руках. Ну, надеяться, что он меня сделает счастливой, если я не знаю, как себя сделать счастливой, ну, это полный абсурд. Ему нужно быть самым большим гением, читать мысли, быть телепатом, и то в какой-то момент у меня будет в голове очередной таракан пробегать, и позовет друзей на дискотеку, и в этот момент они решат, и я могу решить, что нет, что-то с ним не то. И даже самый идеальный мужчина не сможет меня удовлетворить. И поэтому это исключительная работа над собой. И я здесь предлагаю всем брать ответственность в свои руки и делать самое лучшее, что есть в наших силах. Я хочу сразу оговориться, кстати, насчет феминизма, потому что за десятилетия существования этого движения создалось впечатление, что это давайте теперь женщин поставим на пьедестал, то есть поменяемся местами. На самом деле, может быть, это неверное слово. Я всегда больше была за то, что мы равны как души, как энергетические существа, и мы должны как личность, и вот это вот равновесие должно существовать, именно равновесие. Поэтому я говорю, что моя феминистка удовлетворена, и поэтому мы можем сейчас переключиться на Колю, потому что я знаю, что Коля очень часто говорит, что когда я начинал свой бизнес, я делал 50 тысяч в год, и именно Таня помогла мне вырастить этот бизнес до миллионного бизнеса. Несколько миллионов было, я помню, рост, ну, громадный. И он именно говорит, что это Таня мне помогла, Таня меня туда привела, поэтому я думаю, что я хочу тебе задать этот вопрос. Ты берешь на себя эту ответственность, что ты действительно помогла в этом процессе? Я считаю, что в этом процессе можно как и помочь, можно так и помешать, можно и навредить. И у нас периоды и помощи, и вреда в том числе. Потому что здесь, мы сейчас больше об этом будем говорить, потому что есть пункты. И снова же, я когда рассказываю об этих темах, я самый большой ученик в этом, я делаю больше всего ошибок. И когда у нас конфликты какие-то бывают, и Коля говорит, ну сколько можно, ты повторяешь одни и те же ошибки. Ты говорила, ты так делать не будешь, ты начала снова делать. Я говорю, ну ты понимаешь, я же работаю с девочками, с женщинами, мне надо им помогать. И поэтому я здесь набиваю шишки, разбираюсь, как делать правильно, как неправильно. И потом я им могу сказать, что работает. Поэтому извини. Придется на те же грабли наступать. Таня, где ты учишься? Потому что нас, к сожалению, у нас даже, не то что нас не учат как правильно, нам ставят такие нереальные какие-то модели, что вот это правильно, а все остальное неправильно. Где вообще брать информацию о том, как себя вести? Потому что есть из крайности в крайность. Но очень часто какие-то картины такие идеалистичные, что это просто реальности не соответствует. И я изучаю эти крайности. То есть я в свое время изучила ведический подход к отношениям. И я его пробовала и практиковала. Я пробовала и более феминистический подход. Ну тут даже это снова же может быть неправильное слово. Ну то, что обычно придается в обществе значение феминизму. То, что вот мы равноправны, и каждый сам за себя. И вот такой подход тоже я пробовала. И ты сам разбирайся со своими проблемами. И я вот все эти ресурсы, которые есть, я читаю, изучаю. И что-то из них работает, а что-то нет. Поэтому есть многие авторы, которые учат отношениям. Сказать, что у меня есть какой-то один учитель, кто учил меня отношениям, наверное, нет. Есть учителя, которые учат ответственности, есть учителя, которые учат духовным понятиям. Снова же мой муж для меня один из самых больших учителей. И несмотря на то, что я обучаю отношениям вроде как, у него есть очень много чему научиться. И в плане принятия людей, и в плане прощения людей, и в плане понимания людей разных людей. И вот как раз в радикальности я могу быть очень радикальной. Он, несмотря на то, что у него есть эти четкие стандарты и ориентиры, он может прощать людям те вещи, которые я бы не прощала. Ух ты! Он может принимать людей со всем их спектром всех темных сторон. И я у него очень много чему учусь. Ну и плюс такие учителя Байрон Кейти, Джек Кэнфилд, Махатма Ганди для меня учитель тоже. То есть учителя, которые классически неизвестны тем, что они там взаимоотношениям учат, а именно больше как бы духовной такой личности какой-то, трансформации роста. Ну, потому что это отношения, в принципе, это проект, который подразумевает наш интенсивный, личностный, духовный рост на протяжении жизни. Это в очень редких случаях, на самом деле. Если мы хотим создать отношения своей мечты, то это в результате заканчивается интенсивным личностным ростом. Ну, отсюда и польза личная. Давай перейдем к практике конкретно. Потому что ты говоришь, что у тебя есть система из трех составляющих, трех шагов, да? Да. Как раскрыть мужчине гения. Да, расскажи, пожалуйста. Ну, или можно даже сказать, как раскрыть в партнере гения. Так как мой партнер мужчина, поэтому как раскрыть мужчине гения в данном случае. Это три шага модели. Модель в виде треугольника и три стороны, которые, я считаю, влияют именно на раскрытие гениальности в партнере. И первый шаг – это восхищение. Восхищение мужчиной. И обычно я, когда рассказываю все так… Все сразу пугаются, что? Так нас же на тренингах как учат по женственности? Нас же учат быть принцессами, королевными. И нами вот он должен восхищаться. Мы делаем все. Мы идем в салоны красоты. Мы там учимся танцевать. Мы одеваем красивое белье. Делаем макияж. Ну, то есть мы все делаем, чтобы нами мужчина восхищался. А тут надо… Почему? Ну, вот есть такая фраза, и обычно мой муж ее рассказывает, цитирует кого-то. Если все куда-то бегут, то значит мы бежим куда-то не туда. Это не значит, что мы должны прекратить собой восхищаться. Но обычно мужчинами не восхищаются женщины. Обычно это не принято в практике. Как-то происходит какая-то дискриминация. Вот женщинами нужно восхищаться, а мужчинами нет. Я считаю, что для того, чтобы раскрывать гений, нужно мужчиной восхищаться. И у многих переломы в отношениях начинаются, когда они начинают видеть в своем мужчине гения. Когда они начинают видеть его способности, видеть его таланты. Когда они начинают смотреть на него влюбленными глазами, как это было в первый период отношений. Когда только влюбленность. И мы тогда видим все лучшие стороны. А есть какая-то техника, как начать этот процесс? Потому что для многих, я знаю, что уже вот такой притертый, притершийся образ... Ну вот как им можно восхищаться? Вот этот вопрос, я думаю, тебе задают часто. У меня... У меня недавно был как раз запрос на женском клубе. Пришла девушка, женщина, у них трое детей уже. И она говорит, как мне полюбить своего мужа? Мы с ним семь лет вместе, и вот все эти семь лет она думает, как мне его полюбить? И вот она до конца не понимает, она хочет быть с ним или нет. И она говорит, ну тут мы уже вроде трое детей, и как-то расходиться уже не стоит. И он всем доволен. У нас была очень интересная беседа по поводу того, что нужно сделать. А что она вкладывала в это полюбить? Ну вот, в принципе, она то и вкладывала, как полюбить его. Потому что, ну, вроде человек хороший, но она не чувствовала к нему любви. И вот эта любовь... Я говорю, ну, наверное, какая-то любовь есть. Все-таки трое детей уже семь лет вместе. Но все закончилось тем, что она настроилась на долгосрочную работу, и вдохновленная пошла готовиться любить мужа. Можно полюбить. Пошла готовиться любить мужа. Да. Можно полюбить. И есть простое очень упражнение. Я обычно его рассказываю на мастер-классах, которые провожу на открытиях выставок. Да. И это используется как и в отношениях. Если наши слушатели не знают, то они, на самом деле, гениальный фотограф. Я вот... У меня в Инстаграме, в Фейсбуке постоянно, когда делаю фотографии, я такая... Опять влюбленными глазами. Вот, ну, действительно гениальный фотограф. Спасибо. И вот, когда мы делаем выставки, я провожу небольшой мастер-класс. Видимое, невидимое, как замечать невидимую красоту. И это касается не только природы, пейзажей. Я обычно делаю выставки с природой, но здесь это касается отношений. Я рассказываю одно упражнение, которое мне повезло однажды сделать. Когда я была студенткой на первом курсе, так получилось, что я поступила на факультет и в группу, что все мои друзья оказались за пределами. То есть в других университетах, в других городах, в других группах, в других потоках. У меня никого не было из друзей. И я вот первую неделю хожу в институт, и я никого не знаю. Я очень любила учиться. И я нашла себе курсы по психологии дополнительные. И думаю, буду ходить на психологию по пятницам. И вот иду на первое занятие по психологии. В пятницу все пары уже закончились, все студенты ушли. Я и еще какие-то 15 таких же странных людей, которые решили пойти на курсы. И я не помню, про что было занятие. Ну вот последний момент занятия, я помню, психолог, преподаватель встает и говорит, «Сделайте в следующей неделе упражнение, раздайте 100 комплиментов. Но они должны быть искренние». Я так сижу и думаю, ну ты, чувак, гонишь. Ну, 100 комплиментов. Искренних. Искренних. Когда у меня нет тут ни друзей, никого. Я никого не знаю. И как мне это делать? Ну, я любила учиться. Я взяла этот вызов. Я думаю, я попробую. То есть как отличница. Как отличница, да. Я подошла как отличница. И поэтому, если у вас есть комплекс отличницы, используйте его себе на пользу. Делайте упражнения, делайте домашние задания. И я взяла это упражнение на вооружение. И в следующей неделе я начала ходить и раздавать комплименты. Знакомиться с людьми и стараться замечать в них что-то интересное, красивое, необычное. Что-то, что их выделяло. Произошло удивительное. Через неделю я, когда шла по университету от одного корпуса к другому, обычно это 3-5 минут, у меня этот проход занимал 15-20 минут, потому что я встречала своих друзей, я с ними обнималась, целовалась, говорила, как замечательно. То есть у меня пол университета появилось друзей. За одну неделю? За одну неделю, может, две недели. Но в результате эти друзья оставались со мной до окончания университета. И я недавно писала как раз публикацию на Фейсбуке о том, что я могу... Многие думают, что я экстраверт, но я при этом не супер открытая личность. И мне достаточно тяжело заставить себя выйти куда-то публично, знакомиться. И поэтому у меня, где бы у меня было 5-10 человек друзей, у меня оказалось сотни друзей благодаря этому простому упражнению. И при этом это были друзья, с которыми были отношения уже на каком-то более глубоком уровне. Потому что я увидела в них что-то особенное и сказала им об этом. И поэтому это простое упражнение. Оно, может быть, и звучит просто, но мне кажется, оно приходит с очень болезненным осознанием. Потому что признаться, что ты не видишь в людях хорошего, это потому что ты в чем-то где-то... Ну, я не знаю, как сказать. Но что-то у тебя не так, а не потому что в людях нет хорошего. Мне кажется, это довольно страшное такое осознание. Я думаю, тут не что-то у тебя не так. Я думаю, потому что мы просто не привыкли это делать. Ты не способен видеть. Я, наверное, это не умею. Наверное, каждый способен видеть. И я поэтому рассказываю это упражнение на выставках и говорю про видимое и невидимое. Каждый может научиться видеть эту невидимую красоту в природе, в людях, в партнере нашем, в близких. Потому что, когда мы смотрим на них глазами, которые ищут эту красоту, ищут хорошую, ищут гениальность, то этот взгляд меняется, отношение меняется. И мы вдруг видим перед собой других людей. И поэтому оно вроде кажется таким изначально дискомфортным, но все люди начинают пробовать его, и у них получается. И оказывается, ничего страшного. И оказывается, другим приятно. И оказывается, другие не смотрят на них, как на идиотов. И другие начинают улыбаться и хорошо себя чувствовать. И точно так же ваш партнер. Когда вы начнете восхищаться им, замечать какие-то вещи. Многие слышат, надо начать видеть мужчине гения. Они приходят и говорят, ой, ты такой гений. И он смотрит, что на тренинг сходила. И в начале они первую неделю, даже если просто вот так, ну, топорно, ты гений, говорить ему каждый день. Он первую неделю будет говорить, ну, свихнулась моя. А потом вдруг окажется, что он, ну, кто я? Гений. Ну да, а почему гений? И тут уже у нас есть возможность больше рассказывать. И поэтому можно, конечно, просто ограничиться и начать говорить мужу, какой он гений, замечательный. Но я предлагаю покреативить немножко и подумать о том, все-таки какие конкретные комплименты можно сказать. И какие-то конкретные вещи, что нас восхищает. Этот восхищенный взгляд начинает менять все. Я думаю, что первое домашнее задание – это сто комплиментов, конечно же. Сто комплиментов. И из них должен минимум половину получить ваш мужчина. Мужчина, хорошо. Ну, так мы же все-таки про мужчину говорим. Другие окажутся тоже выгоденными. Других можно тренироваться, если вдруг он плохо себя повел. Сегодня ему не хочется говорить пять, то сказать ему один, а всем остальным девять раздать. Раз он такой сегодня. Наказать только одним комплиментов. Другие две составляющие. Другие две составляющие. Следующее – это первый шаг восхищения. И второй шаг – это принятие. Почему это важный шаг? Большинство отношений с мужчиной, который начинает себя чувствовать гением, рушатся на моменте принятия. Потому что, когда мы начинаем говорить ему, какой он гений, какой он замечательный, восхищаться им, он вдруг начинает… Ну, многие думают, что он зазнается. Может появиться такой элемент зазнания, но это не страшно. Больше, что возникает, он начинает действительно действовать как гений. Он начинает делать что-то, что не делал раньше. Он начинает выходить за пределы. Он начинает брать риски на себя. И это приводит к тому, что он может делать что-то, где ему будет очень дискомфортно. А можно спросить, все ли мужчины… И сейчас, на самом деле, спекулятивный такой вопрос. А все ли мужчины действительно начинают принимать идею о том, что они в чем-то настолько уникальны, что их это заставляет встать с дивана и начать что-то делать? Или есть категория, которые говори-не говори, они все равно будут проживать серую жизнь? Давай мы вернемся к этому вопросу после трех пунктов. О том, что делать, если мой сидит на диване и ничего не делает. Я все уже сделала, а он все равно ничего не хочет. Хорошо. И я предложу тоже инструмент мой, который точно поможет понять уже… Да или нет. Да или нет. И принять окончательное решение. Вернемся к этому моменту тому, что… Второй шаг. Ну вот по поводу восхищения я вспомнила просто одну историю. И у нас была пара, клиенты, семейная пара, очень интересная умная девушка, которая как раз у меня училась… Она училась во всех наших программах, в том числе и в женском клубе. Отличница, умница. И что самое было критичное для ее мужа, у этой девушки был папа – миллионер, успешный предприниматель, который получал премию «Лучший предприниматель России», честно, абсолютно это заслужив, сам себя создал. Ну вот памятник поставь ему живому или его самого живого, можно ставить на пьедестал и молиться на него. Ну вот идеал. И тут ее муж – молодой парень, который взял кредит в банке, чтобы открыть ресторан и сделать самый лучший ресторан города. Подает надежду только? Ну вот подает надежду, но при этом постоянно ему нужно конкурировать с этим папой. И для нее папа – это идеал. И при этом она когда приходила, она говорила уже, ну я думаю, наверное, нам нужно расходиться с мужем. Ну потому что… Ну ничего я в нем не знаю. Ну не дотянет он до этого. Не дотягивает, да. Ну вот как-то, ну очевидно, не дотягивает. Конечно, если сравнивать его с папой. И она начала восхищаться им. Она начала видеть в нее в гения. Прошло какое-то время, у них стал лучший ресторан города сейчас. То есть она стала вкладывать свои усилия, свое восхищение, свое вдохновение уже в мужа, в его бизнес, поддержку его. И когда у нее заканчивалось обучение в женском клубе, она говорила, я хочу от него детей. И это уже был абсолютно выход на другой уровень. Поэтому изменения происходят. Но восхищение – это самое простое. Ну это то, что сразу даст вам буквально через неделю, через две результаты. Но вот потом сложно. Искреннее? Искреннее, конечно. Только искреннее. Не искреннее, но смысл вообще тогда что-то. А с чего начинать? Я все-таки зацепляюсь в этом, потому что я не знаю почему. На самом деле мне не сложно восхищаться своим мужем, но я все-таки представляю себе, что есть женщины, которые настолько привыкли, смотрят, ну что в тебе такого? Надо надеть эти очки 100 комплиментов и… Тренироваться. Тренироваться. Это все практика. После 100 комплиментов это становится проще. Главное потом напоминать себе. Потому что я вот недавно… А чем восхищаться? Восхищаться, я не знаю, там, внешностью, действиями, талантами? Внешностью, действиями, талантами, тем, какую он умную вещь сказал, как он хорошо что-то провел, как он хорошо провел там переговоры, как он умно поступил, как он корректно поступил. Как он о ком-то позаботился. Я заметила, что вот у меня недавно вот у моего мужа был критик личностный, и я поняла, что я стала намного меньше восхищаться им. Я стала… Может, я и не стала… Я стала в каких-то моментах даже внутри сомневаться. И я стала понимать, что даже если я восхищаюсь, я перестала это выражать. И это, нам кажется, может казаться, это не влияет. Но это влияет, если мы перестаем озвучивать это. Это нужно постоянно напоминать себе, озвучивать себе. Интересно. То есть, потому что если я ловлю себя на мысли о том, что муж, у тебя, по-моему, что-то с самооценкой, то на самом деле я могу на себя тоже посмотреть. А когда я тебя… Когда я тобой последний раз восхищалась, да? Да. Это точно. Потому что, ну, это настолько взаимосвязано. Только мы начинаем верить, восхищаться, говорить об этом. И пока что не научились мы читать мысли. Хотя, вроде, в семье мы думаем, ну, он меня понимает с полуслова. Ну, скажите хотя бы эти полуслова. То есть, ну, поэтому нужно выражать это. Нужно выражать это словесно, чтобы это закреплялось, чтобы это подтверждалось. И тогда он будет себя лучше чувствовать. Вот, ты знаешь, может быть, это такая аналогия странная, но я вот… У меня дети. Я им практически каждый день говорю, я тебя люблю. Ну, обычная фраза. И вот бывают моменты, когда там… Ну, я немножко раздраженная, что-нибудь… Какое-нибудь сделаю… Замечание. А потом говорю, ну, ты же знаешь, что я тебя люблю. И вот… Вот годами говорю одно и то же. Он такой, нет, не уверен. В этот раз не уверен. И я понимаю, что нужно продолжать говорить. Да. Удивительно. И точно так же нужно продолжать говорить мужчине. Если вы думаете вдруг… Как это… Я вот ему говорю-говорю, а он мне не говорит. Ну, начните поговорить неделю-две. Он начнет говорить в ответ. Честно-честно. Ну, хотя бы выполните 100 комплиментов. Ну, а потом это, конечно, нужно делать ежедневной практикой. Второй пункт. Переходим. Переходим. Ну, это то, что гарантированно даст результаты. А дальше вот, когда он действительно начнет раскрывать себя гения, верить в себя, брать какие-то риски, важно, во-первых, продолжать восхищаться, а не так, что… А, ну, вот тут я восхищаюсь тобой, но вот этот новый проект, пожалуйста, не бери, потому что вдруг у тебя он не получится. Это уже не восхищение. То есть это уже сомнение. Поэтому нужно продолжать верить и доверять, что он может дальше, что он может это делать, раз он в себя верит. Значит, наша вера уже стала в него… Наше восхищение дало ему дополнительные силы, чтобы он мог дальше в себя верить. И здесь нужно продолжать восхищение. И когда он начинает делать что-то новое, случаются провалы. И я говорю сейчас… Мелкие конфликты они будут. И понятно, что принятие мелких конфликтов у нас есть. Но вот часто случаются какие-то большие провалы, кризисы, сомнения в себе. И в этот момент, что обычно происходит у мужчин, который уже почувствовал себя более или менее гением, он может думать, весь мир против меня, и ты против меня. И вот ты выслушай, что я думаю, и про тебя, и про весь мир. И в этот момент начинается выслушивание. И обычно разговор, который включается у женщин в этом случае – за кого я вообще вышла замуж? Чем я думала? Мне подружки говорили, ну, как я этого могла не видеть? И регулярно такие вопросы возникают, что я не понимаю, как я не видела этого, вот этого проявления в этом человеке. И это самый сложный момент, я считаю, принятие. Это то, что от нас требует как раз вот этого регулярного духовного роста, роста умения работать с эмоциями, умения практиковать отпускание эмоций, прощение, медитировать регулярно, чтобы понимать, что на самом деле происходит. Потому что единственный способ выжить в отношениях в этот момент, в кризисах, они у всех происходят. Особенно у тех, которые чего-то стоят. Да, и они регулярно происходят, минимум раз в год, раз в полгода. Единственный способ выжить – это достать себя из этого уравнения. И понять, что то, что он сейчас говорит, это не означает, что это что-то происходит с вами. Я это поняла не до конца, но это зерно мне заложило мой психотерапевт, который мне посчастливилось работать после первого года наших с Колей отношений. Потому что я вроде начала изучать все темы по психологии отношений, потому что я не умела строить отношения. А тут Коля. Ну вообще такой подарок судьбы. Я вообще понимаю, что первые конфликты. И я не знаю, что делать. Вроде мы в личностном росте работаем, тренинги обучаем людей, но при этом возникают проблемы, с которыми я не могу справиться. И я отправилась работать психотерапевтом. И она мне рассказала одну очень важную вещь. Она говорит, что то, что с ним происходит, это не означает, что ты в этом виновата. И не бери это на себя, что вот ты теперь вся, ты весь его мир. У него есть жизнь, которая была до тебя. И свои убеждения, свои переживания, свои мысли, свои какие-то переносы. И поэтому то, что с ним происходит, это не обязательно ты, пуп его земли, вот этого конфликта, который с ним происходит. И с точки зрения эгоизма так думаешь, а как это так? С ним что-то происходит, и не я виновата. А как же стопроцентная ответственность, если я могу влиять? Но при этом мы разрешаем, мы можем, стопроцентная ответственность, это про то, что мы можем создавать. Как только от нас зависит, что мы можем создать. А то, что уже происходит, оно происходит. Это событие, которое произошло. Поэтому здесь очень важно понять, что с ним может что-то происходить по его личным причинам, по его личным переживаниям. Да, мы можем в этом иметь какую-то роль. Но не в сто процентов. И то, что он изливает это сейчас на нас, даже можно понять, что, скорее всего, это единственный человек, который может это выслушать. У меня такой, может быть, тоже эгоистичный вопрос. Потому что, особенно в области личного роста, мы всегда говорим про то, что не надо идти на компромисс с собой, нужно быть счастливым. Вот как философски подойти к этому? Потому что легко просто хлопнуть дверью и сказать, ну, ты, типа, все-таки очень далек от идеала. И я важнее для себя. Я строю отношения с собой. И иди-ка ты подальше. Вот как найти вот эту... Я даже не знаю, как... Я где-то внутри понимаю, что, на самом деле, мы должны смотреть на картину шире. Но все-таки хочется каких-то вот таких простых житейских советов. Что в этой ситуации делать? Чтобы все-таки помнить о том, что вы вместе для чего-то большего, чем просто вот этот конкретный конфликт. Здесь как раз нужно помнить о том, что для чего я это создаю. И если мой выбор создавать счастливые отношения, то что я хочу дальше создать. И все-таки очень важно здесь это достать себя из этого пузыря, когда это все на тебя льется, и посмотреть, что с ним происходит. Убрать себя из уравнения. Мне вот эта фраза понравилась. Убрать себя из этого уравнения и посмотреть. Если мы убираем себя из уравнения, и мы видим наш близкий человек, он страдает, он переживает, у него происходит какая-то внутренняя борьба, какой-то переломный момент. Если мы понимаем, что все даже то, что он говорит в нашу сторону, мы убираем себя оттуда, какое у нас естественное желание возникает. Помочь. Помочь. И поэтому для этого нужно, конечно, медитировать. И вы этому обучаете. Для этого нужно использовать техники эмоционального отпускания. Поэтому это наша задача. И это самая длительная работа. В женском клубе я обучаю женщин, как это делать, потому что моя задача сделать так, чтобы они были сами для себя терапевтами дальше. Чтобы они сами себе могли помогать. И в те моменты, когда у них есть конфликты, и им не к кому обратиться, или они понимают, что если они пойдут и кому-то расскажут, то им потом будут говорить, а что ж ты говорила, он такой козел. А теперь ты к нему вернулась. То есть если нет поддержки, то важно, чтобы у них был ресурс самостоятельно решать вопросы. Наша задача как раз научиться это делать. Потому что мы очень эмоциональны. Мы намного более эмоциональны, чем мужчины. У нас мозг устроен по-другому. У нас развита больше та зона мозга, которая отвечает за эмпатию, за эмоциональный интеллект. Потому что женщины воспитывают детей. И поэтому в ситуации своего мужчины мы, может быть, повели бы себя иначе. Поэтому нам тем более сложно понять мужчину. Конечно. И так как мы себя... Наши эмоции могут нами овладать. И в результате того, если они нас захватят, мы можем все разрушить. Наша задача уметь с ними справляться. И дружить с ними, научиться с ними работать. Это не значит, что вы не будете злиться. Это не значит, что вы будете выходить в другую комнату и громко материться. И хлопать ногами и руками. Но это значит, что вы в этот момент сможете нажать на паузу. И все-таки не среагировать, а достать себя из уравнения и подумать. Таня, поделись, пожалуйста, кто тебе в этой области больше всего помогает? Ну, я сейчас говорю конкретно про эмоциональную какую-то самоконтроль. Или я не знаю, может быть, самоконтроль не очень правильное слово. Но именно про эмоциональное развитие, эмоциональное восприятие того, что происходит. Может быть, прощение, отпускание. Вот какие... Методы. Кому бы ты сослалась или методы? Ну, во-первых, снова же медитация. Потому что, если я не медитирую... Я начну снова, да? Во-первых, это медитация. Потому что, если я не медитирую, и мой муж понимает это, и он меня заставляет, если я не медитирую, медитировать. Я понимаю, что остынулись вот такая вот. И это как... Ну, вот... Бывают такие дни, когда очень чувствительность повышена. Кожа как-то, или в какой-то климат мы попадаем. И вот такое ощущение, что... Вот мы... Бывает, там, нужно пойти, кровь сдать, да? И иногда... Ну, кольнут палец, и даже не почувствуешь. А в другой раз делают что-то, и это так больно. И вот для меня это, когда ты не медитируешь, тебе все очень больно. А когда ты медитируешь, ты понимаешь, что ты начинаешь видеть эти взаимосвязи, и ты становишься более уравновешенной внутри. Это первое. Второе, это метод работы Байрон Кэти. Ну, наверное, самый просветляющий метод. Тяжело бывает тебя заставить его делать. Но это то, что позволяет очень быстро просветлеть в плане отношений. Если сесть и заставить себя написать эту анкету. Может быть, нам нужно будет как-нибудь сделать это отдельный мастер-класс? Потому что я знаю, что ты очень уважаешь Байрон Кэти. Очень, да. Наверное, я считаю самым мощным методом. Метод... Сидонский метод. Очень простой, понятный, доступный, легкий. Метод хоопонапона. Он больше, конечно, благодарности. Но в тот момент, когда нужно вот эти свои бушующие эмоции привести в порядок, он помогает как собрать себя. Радикальное прощение. Хороший метод. Я его... Просто вот анкету Байрон Кэти я изучила. Как это делать, практиковать самостоятельно. В радикальное прощение мне нужно постоянно обращаться к анкете. Я ее не знаю наизусть, поэтому я его не делаю. Но хотя по мощности, когда я его практиковала, то он настолько же сильный. Что я еще использую для себя лично? Ну, это могут быть даже просто дыхание благодарности. Есть такая медитация, когда ты дышишь и успокаиваешься. Ну, это... Вот эти инструменты, которые я перечислила, это то, что я делаю на регулярной основе. Спасибо большое за эти инструменты. Потому что я знаю, что когда я впервые слышала про Сидонский метод, ты про него рассказывала со сцены. Я, ну, не в идеале, но я его применяю, кстати, до сих пор. Вот прицепился он ко мне. Радикальное прощение тоже было у меня темой пару лет назад. Так что у Тани я методов, ну, получила много. Поэтому я всем советую, кто сейчас слушает, тоже отметить себе. И, может быть, потом найти время и поискать и поизучить их. Обязательно. В отношениях или нет, на самом деле, они нужны всем, вот такие методы. Конечно. И тем более, когда сейчас есть возможность изучать онлайн, это просто... Это грех по отношению к себе этого не делать. Потому что у нас есть все ресурсы, чтобы жить более счастливой жизнью, чтобы жить более наполненной жизнью, чтобы жить более качественно в отношениях, чтобы уметь перебарывать конфликты. Можно, конечно, обратиться к психотерапевту, если вы найдете качественного, хорошего человека. Это... Ну, для меня это сложно. Мне однажды повезло. И, к сожалению, та девушка потом, она неожиданно ушла из жизни. Ну, для меня она сделала очень большую работу. Поэтому это тоже работает. Ну, важен специалист. Тоже. Поэтому... Спасибо. Я думаю, что мы можем... Идти дальше. Мы, на самом деле, можем и дольше говорить, но у нас время ограниченное, поэтому нам нужно идти дальше на третий шаг, потому что ты обещала еще после этого ответить на критичный вопрос. Значит, первый шаг – мы восхищаемся. Второй – учимся принимать. И второй шаг, ну, самый сложный. Третий. Да. Второй. А третий – это развитие. Это почему нам это нужно. Потому что, если наш мужчина развивается, он раскрывает себе гения, и тут сидит с ним такая курица в халате, которая, ну, максимум там... Ой, ну, я максимум буду там поддерживать его. Если мы не будем развиваться как личности, то мы перестаем быть интересными. Мы перестаем быть интересными сами себе в первую очередь, потому что мы не вкладываем в себя, мы не инвестируем в себя, мы не становимся лучше. И мы, конечно, перестаем интересными быть мужчинами. И тут моя феминистка радуется. И тут феминистка радуется, потому что это как замкнутый круг. А еще, скорее всего, ваш гений, он будет вас поддерживать и говорить, ну, давай развивайся. Ну, по крайней мере, мой гений поддерживает, пинает, а если вдруг не развиваюсь, то он прямо злится и пинает. Однажды у нас был такой случай, когда это было... Ой... В общем, много раз было, Но однажды это, кажется, в Калифорнии произошло. Он пошел на тренинг, я не пошла. И я сижу дома и думаю, ну все, я теперь буду такая в гостиничном номере. Я сегодня такая девочка, и ногти я сделаю. И тут я почитаю какую-то статейку и что-то про красоту. И вся вот прямо такая я... Ну как-то развиваться он сам это все выучит. И тут он приходит и говорит, ну если ты не будешь учиться, то нам с тобой вообще не по пути. Я такая, опачки, сюрприз. Такое неожиданно. И, конечно, это был один из моментов конфликта. Ушел, хлопнул дверью. Я сижу в ванной, плачу и думаю, ну как, за кого я замуж вышла? Как я такая красивая. Как я такая хорошая, красивая, за кого я замуж вышла? Но потом, когда достаешь себя из уравнения, не всегда получается в нужный момент достать. Бывает там перепалка и потом конфликт, который решается. Но потом, когда ты осознаешь это, что если посмотреть шире, то что он сейчас делает? Он помогает мне становиться лучше. Может быть, не так мягко, гладко, как бы хотелось, но по-другому доходит ли до меня. Поэтому в этом случае нам нужно развиваться. Нам нужно искать себя, раскрывать себя, раскрывать свои таланты. Если хочется заниматься бизнесом, который будет нас реализовывать. Я считаю, что здесь у женщин как раз сейчас есть намного больше возможностей именно раскрывать себя в плане того, что у нас все-таки есть больше шансов заняться любимым делом. И на нас нет такого социального давления, как на мужчин, что они должны стать добытчиками. То есть мы имеем все-таки возможность заниматься тем, что мы любим, и зарабатывать при этом еще деньги. Или не зарабатывать. Или просто вкладывать, давать свой вклад в общество. И поэтому здесь мы намного в более выигрышном положении. Если мы делаем этот вклад в мужчину, то у нас есть выбор заниматься любимым делом. У мужчины чаще всего у него есть все-таки задача быть добытчиком, на нем висит этот социальный груз. На нас в американском обществе может это меньше, но все равно больше ожидают от мужчины. Поэтому у нас есть шанс раскрывать себя уже на новом уровне, реализовывать себя на новом уровне, развиваться на том уровне, который нам на самом деле важен. Поэтому здесь мы в выигрыше благодаря мужчинам. Интересно. Мне, кстати, этот шаг очень нравится. Я просто сижу и думаю в практичном смысле, потому что и мужчины, и женщины, и многие в современном мире, они настолько вот в этих крысиных бегах, что вот этот вопрос, есть ли время на себя, он у всех. Мы даже стали программы производить по-другому, где люди могут учиться по 10-15 минут в день, потому что у людей просто нет времени на себя вообще. И я не говорю на себя пойти сделать массаж, а именно чтобы еще развиваться, напрягать свои мозги. Я даже, ну, я понимаю, я верю. Я вот, например, продолжаю изучать разные языки, потому что я узнала, что это содержит мозг в таком... В тонусе. В тонусе, да. И люди, которые продолжают учиться, у них все вот эти болезни, связанные с возрастом, которые связаны вот именно с нашей мозговой деятельностью, они просто не приходят. Поэтому с медицинской точки зрения, чему-то вам учиться, это вообще... Очень полезно для здоровья. Для здоровья, для сохранения молодости, вообще для многих других таких чисто медицинских показателей. Но вот как... Ну, и на женщин, особенно в постсоветском пространстве, давление довольно... Вот у мужчины... От мужчин мы ожидаем, что он будет добытчиком, что он будет зарабатывать деньги. И причем много денег, чтобы женщина могла выбрать, хочу работать, не хочу работать. Но на женщину тоже очень большое давление. Ну, тебе повезло, что твоему гению важнее, чтобы ты развивалась, чем чтобы у тебя ногти были накрашены. Если мы будем раскрывать в нем гения, то ему станет это важнее. Потому что ему захочется приходить к кому-то и делиться. А так как он уже доверяет нам, потому что мы поддерживаем его, поддерживаем его, верим в него, то ему захочется делиться. Он придет, начнет делиться, а мы ему про борщи, про ногти. И ему перехочется делиться. Поэтому оно все взаимосвязано. И этот треугольник, он как бы не заканчивается на треугольнике, он идет как по стирали, да, и развивается дальше. Тогда я повернусь чуть-чуть по-другому, потому что, с одной стороны, я подумала, а где, ну, для большинства женщин, знаешь, дом, семья и хожу. Где учиться? Есть по 15 минут программы у вас. Ну, тогда я поверну по-другому, потому что, по-моему, это даже важнее. Во всяком случае, в моем окружении это оказывается важнее. А как делать тем девушкам, которые постоянно развиваются, развиваются, все такие идеальные, хорошие... И они потом все такие умные, и вместо того, и они восхищаются. Потому что они развиваются... Возвращаемся? К восхищению. Потому что часто она говорит, ну, вот я развиваюсь, хожу на тренинги. А потом я прихожу к нему и начинаю ему рассказывать, и он говорит, не надо тебе ходить на эти тренинги. А он говорит, не надо тебе ходить на эти тренинги, потому что ты пришла, и не восхищаешься им, ты восхищаешься кем-то другим и его учишь. В этот момент. А нам не надо его учить, нам надо им восхищаться. Потому что мы только начинаем его учить, его самооценка падает, результаты падают, он начинает на нас срываться, злиться, и уже тут принятие, непринятие, уже принимай, не принимай, он все равно продолжает злиться, потому что мы продолжаем его пилить. Замкнутый круг в другую сторону. Замкнутый круг в другую сторону. Поэтому учитесь, будьте умницами, развивайтесь, Но при этом помните, что рядом с вами гений, рядом с вами интересная личность, рядом с вами целая вселенная другая. Потому что если мы представим, что ты видишь мир по-своему, а я вижу мир по-своему, это абсолютно две разных вселенной. Если я буду смотреть твоими глазами, я увижу столько всего нового, я вообще увижу целый новый мир. Я вот для себя лично прихожу к тому, что это у тебя волшебные глаза, ты научилась. И мне кажется, нам нужно стремиться к тому, чтобы мы научились видеть значительно больше, чем то, что мы хотим видеть иногда. Глубже, красивее, прекраснее. Для этого нужно просто практиковаться. Многие думают, вот, Таня, у тебя такой взгляд. Вот у тебя точно такой взгляд, вот ты видишь. Я вижу только потому, что я практиковалась. Началось все со ста комплиментов. Замечательно. Давай вернемся к тому страшному вопросу, который я задала. А все ли мужчины встанут с дивана и начнут словиться гением? Вот то, что я предложила этой девушке, которая сказала, хочу полюбить своего мужа. И мы с ней много говорили. Где-то на протяжении часа была эта беседа, чтобы понять, что вообще происходит. И потом мы в результате пришли к рецепту. То, что ей нужно конкретно делать. Но я говорю, ты если начинаешь это делать, тебе нужно это начать делать и делать минимум шесть месяцев. И выключить опцию развода. Вот просто выключить ее, отключить в отношениях. Шесть месяцев я строю отношения, и я не думаю про то, что это не тот мужчина. Вот эта мысль у меня, она вычеркнута. Она не имеет права вообще заходить ко мне в дом. И я не имею права думать или тем более говорить ему, что может нам стоит разойтись. Это, ну вообще, это самое глупое, что можно говорить. Хотя иногда мы тоже, когда ругаемся, я так могу предложить уже. Ну вот это, ну я принимаю, это самое глупое, что я могу говорить в том числе. Потому что, ну, если решили разойтись, расходитесь. Смысл про это говорить. Решили остаться, оставайтесь и не допускайте этой мысли. То есть выключаем эту опцию, шесть месяцев работаем, вкладываем, делаем этот треугольник, занимаемся. И через шесть месяцев у нас как точка сверки. Проверяем, так, ну как, готовы я с ним дальше продолжать отношения строить или нет. Если не готова, то я ухожу и шесть месяцев я не думаю про то, что я могу к нему вернуться. Вот у меня нет этой опции вернуться. Ух ты, вот это интересный подход. Или шесть месяцев я строю отношения. Ну а смысл эти половинки? Ой, а он точно тот или не тот? Ну смысл этих мыслей, что они вообще эти мысли создают? Они же ничего. Ну если уж думаешь про это, то решила разводиться. То есть рецепт такой, что шесть месяцев опции развода нет, а следующие шесть месяцев, если все-таки подумал, что расходи. То возврата нет. То опции возврата нет. Ну потому что мы думаем, я вот уйду, хлопну дверью, а он прибежит за мной. И сразу будет другой, волшебный. А он не прибежит. И вот однажды, наверное, это дошло до меня, когда мы только начали отношения с Колей. И то ли кто-то сказал это, то ли он мне сказал. Но я как-то очень четко поняла, что если я уйду, он не будет за мной бегать. Ну вот если я уйду и хлопну дверью, как я раньше хлопала в других отношениях. И потом мы пять лет сходились-расходились, вот это вечные туда-сюда возвраты. И это издевательство было над тем человеком, с которым у меня были отношения. То тут это не сработает, он не придет. То есть это в любом случае самодисциплина. Шесть месяцев я даже не говорю этого слова. И все. И надеемся, что к тому времени все поправится. И оно либо поправится, потому что у нас наш фокус уже направлен на строительство отношений. Мы не разрешаем себе сегодня я вот, значит, сегодня я строю, а завтра я разрушаю. Я строю, 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 строю. Тоже интересный у меня случай был, девушка. Она три месяца обучалась, и все эти три месяца она не могла понять, то ли уйти от него, то ли остаться. И она делает в начале недели, делает упражнения, у нее все получается, улучшается. Потом она раз, и перестает делать, и делает все по-старому, и рушит. И потом прошло три месяца, она говорит, ну я не знаю, вот что делать, и оно не получается. Я говорю, ну так ты день строишь стену, а день берешь кувалду, и эту стену раздалбываешь. День строишь, день раздалбываешь. Конечно, у тебя отчаяние, потому что ты вроде столько сил вложила, а результата ноль. И она, когда заканчивала обучение, она взяла этот срок шесть месяцев, чтобы уже взяв все знания, которые у нее есть, то, что давало результаты, шесть месяцев вкладывать. Без опции «я вильну хвостом и уйду». Потому что если вильну хвостом, то будьте готовы к тому, что он не вернется. Он не придет за вами, и вы шесть месяцев не вернетесь, и скорее всего, не только шесть месяцев, а вообще всю жизнь. Поэтому здесь убрать все эти половинчатости и настроиться на то, что я буду работать и использовать эти методы восхищения, принятия, развития. И по замкнутому кругу. Я слушаю тебя и чувствую, что это все про очень такой твердый стержень внутри женщины. Про силу. Это все без силы. Сила в этом-то и развивается. Потому что как мы можем быть готовыми принять какую-то бурю, которая внутри партнера, если мы свою силу не развиваем? Как мы готовы будем искренне восхищаться другими, если мы не можем восхищаться собой? Это нас заставит на себя другими глазами смотреть. И наше развитие тоже нужно понимать, что мы будем его направлять в то, что для нас важно, а не кому-то вроде как важно. И чтобы быть интересной личностью самой, а не с кем-то. И не для кого-то. Замечательно. Очень-очень такой, знаешь, глубокий, мудрый подход. Но я даже вот за последние несколько лет, что вот когда мы последний раз говорили, я вижу, ты все-таки растешь и развиваешься невероятными шагами. У меня хороший камертон, который есть рядом. Мне повезло, но я как-то, я самая наглая. Ну, я, Коля себя называет, я его, в принципе, к этому названию постоянно как стимулирую. Это камертон человеческих душ. И он постоянно заставляет развиваться и двигаться вперед. Я нахожусь с ним больше всего, поэтому, наверное, больше всего выгод я получу. Танюш, огромное спасибо, но я должна, конечно же, задать вопрос. Какое-нибудь такое вот последнее напутствие тем, кто нас слушал, что если вот они что-то одно будут делать после этого мастер-класса, что ты считаешь, что нужно сделать в первую очередь? Я считаю, что есть очень много ресурсов по женственности. И вы можете выбрать любой. Не обязательно мой подход для вас подойдет. Но если вы выбрали любой ресурс какой-то по развитию отношений, по развитию чего-либо, возьмите этот подход шесть месяцев. И идите до конца. Потому что, ну вот, часто мы сдаемся на пути. И, кстати, этот подход я, наверное, тоже научилась, наблюдая за своим мужем. То, как он ставит себе вызовы, ставит себе цели и идет несмотря ни на что. Что-то получается, не получается, какой-то ветер, шторма. Он идет, потому что он сказал, я буду ежедневно записывать видеоподкаст. Записывает. Я буду проводить такие-то тренинги. Проводит. Я буду делать это несмотря ни на что. Он делает, делает, делает. И это приводит к результатам. Это приводит к результатам в успехе в социальном плане, в успехе в плане реализации. Но это точно так же. И в плане бизнеса тоже. Потому что я всегда задаюсь вопросом. Я стучусь в закрытую стену, в кирпичную стену? Или это просто препятствия, которые за этой дверью, закрытые пока, может быть, как раз то, к чему я иду. Поэтому вот я, наверное, для себя вынесла, что если вы приняли решение, не сбивайте с него хотя бы какое-то время. Хотя бы какое-то, да. Но все-таки, учитывая, что у нас начинается «а вдруг не тот?», «а вдруг не он?», шесть месяцев. А потом сверка и снова шесть месяцев. То есть не так, что шесть месяцев, и потом мы перестали делать. Делаем сверку, понимаем правильный курс отклонения и дальше продолжаем. Понятно, если вдруг к вам придет какое-то там мегаосознание, озарение, просветление, еще что-то, то вы будете уже сами лучше знать, что делать. И, понятно, вы можете тогда менять курс, если это идет от сердца. Но в основном нас очень много чего сбивает. И поэтому, чтобы выключить этот наш радио в голове, которое нам иногда включает далеко не те программы, которые нам хотелось бы, чтобы работали, то приняли решение, идите и не останавливайтесь. И у вас все получится. Потому что я верю, что можно создать самые лучшие, самые счастливые отношения с тем мужчиной, который у вас есть. Потому что даже если вдруг он совсем не такой идеальный, как вам казалось или хотелось бы, можно. И можно раскрыть в нем гения. Спасибо большое. Получилась такая невероятная беседа, потому что изначально я думала, это будет для женщин. Тема у нас такая. Оказалось, что тема вообще совсем другая, что тема вообще про себя, а не про мужа или партнера. Дерогения. Всегда так. И моя мужская сторона тоже, моя предпринимательская сторона тоже много чего подчеркнула. Поэтому огромное спасибо. Всегда невероятное удовольствие, наслаждение встречаться с вами, и с тобой, Таня, и с Колей, конечно же. Поэтому я ужасно рада, что мы нашли эту возможность. Я надеюсь, что мы еще раз встретимся скоро. Быстрее, чем этот раз. Всем большое спасибо, кто был с нами на Мастерской жизни. Присоединяйтесь и на следующий эпизод. Короче, оставайтесь с нами как минимум на шесть месяцев. Как минимум на шесть месяцев. Да. С вами были Таня, Кристина. Пока. Пока.